В марте заканчивается второй срок правления Рамзана Кадырова на посту главы Чечни. В соответствии с законом Кадыров не вправе избираться третий срок подряд. В СМИ активно идет обсуждение о том, оставит ли Путин Рамзана Кадырова на третий срок и каким образом он сможет это сделать. Кадыров заявил, что его время на посту главы Чечни прошло, Матвиенко заявила, что регион может сам определиться и изменить сроки и количество избраний главы республики. Но Кадыров не преклонен. Каково будущее поста главы республики, самого Рамзана Кадырова и безопасности региона? Об этом рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, политолог, эксперт по Грузии и Кавказу Александр Чачия. Руководитель этого региона заслуживает высокой оценки. Но он всегда был такой гость в горле у либеральной части нашей российской политической элиты, потому что они испытывали к нему такую и испытывают биологическую ненависть, как к любому, в принципе, деятелю, который работает на укрепление страны, на укрепление дисциплины внутри страны или внутри своего региона, исследованию каких-то традиционных ценностей. Все это категорически неприемлемо для либералов, как мы знаем, поэтому сегодня такие нападки на Кадырова, они неудивительны. Все эти обсуждения в прессе, это все вполне естественно. В СМИ растет накал страсти по поводу того, насколько сильно народ хочет видеть Кадырова на третьем сроке. Даже Матвиенко предложила рассмотреть вариант с изменением регионального законодательства, что по Конституции допустимо. Но Кадыров не преклонен. Если Матвиенко подталкивает руководителя региона на то, чтобы он менял местную законодательство в свою пользу, то это не очень оправданно. И так со стороны Матвиенко, как мы помним, даже Российской Федерации, которая находилась в очень критическом состоянии, все равно президент Путин не пошел на изменение Конституции, хотя к этому призывали его очень многие. И за изменение такое в пользу выборов новых Путина было, я думаю, процентов 80 населения страны. Несмотря на это, Путин отказался от этого и ушел с должности президента, не принимал участие. Это был очень хороший пример, и тогда это все подчеркивали, что это пример для всех руководителей регионов и республик, входящих в состав Российской Федерации. Поэтому сейчас менять это правило ради Кадырова, я думаю, не обоснованно. Силы, мечтающие разрушить усиливающуюся Россию, заинтересованы в пожарах вокруг ее границ. Чечня является ключевым регионом в вопросе стабильности и безопасности Северного Кавказа. Эксперт уверен, нельзя допустить смены лиц в Чечне, потому что этим могут воспользоваться для дестабилизации региона наши заклятые партнеры. Поэтому надо сохранить влияние Кадырова и неважно, в каком статусе. Думаю, что есть разного рода возможности, не меняя законодательства, не меняя становившиеся нормы пребывания на том или ином посту, найти возможность для того, чтобы в данном случае Кадыров сохранил гражды правления и регулирования ситуации в Чечне. Какому будет это делать статус, соответственно, не имеет значения ни для него, ни для нас. Для нацеления Чечни тоже, я думаю, не будет иметь значения, как будет называться этот его пост и квалифицироваться его статус. Главное, чтобы не произошло кардинальной смены элиты местной, потому что смена элиты непременно приведет к взрыву ситуации, непременно приведет к переделу сферы влияния, непременно приведет к усилению внешнего фактора в области чеченских делах. А это чревато серьезными и стабилизирующими последствиями для Юга России. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры сделал DimaTorzok